Очень благодарна организаторам за приглашение поучаствовать в таком серьезном мероприятии. Сегодня очень много говорилось о безопасности пациентов. Это наша основная миссия. Мы должны оказывать качественную помощь нашим пациентам, что мы делаем. Сегодняшний бесценный опыт, которым все поделились, он очень полезен для каждого, я думаю, из нас. И все-таки медицинская сестра не должна забывать о собственной безопасности, поскольку качественная помощь, она, наверное, не будет столь качественной, если медицинская сестра будет болеть, допустим, либо у нее будут какие-то проблемы со здоровьем на работе, когда будет затрудняться, в общем-то, выполнение этой помощи на должном уровне. Хочется сказать, напомнить, что все противоопухолевые лекарственные препараты, по своему принципу, они действительно являются мощнейшими ядами и токсинами. Потенциальная опасность, которая может от них исходить, зная их механизмы действия цитостатиков, как для пациентов, так и для медицинских сестер, это является естественным продолжением механизма их действия. И с введением в онкологическую практику полихимиотерапию еще в 40-х годах, в частности препаратов цитостатиков, значительно возросли шансы на восстановление нормальной жизни деятельностью данной категории пациентов. За последние 70 лет лекарственное лечение опухолей значительно преуспело, благодаря прорыву знаний в области биологии рака, разработке новых технологий, открытию новых препаратов, которые бы имели наивысшую степень эффективности и не наносили бы при этом наименьший вред организму. Наш клинический онкологический диспансер начал свою работу еще в 1936 году, но только в 1988 году было открыто детское отделение, в общем-то, где и начали проводить первое химиотерапевтическое лечение пациентам, маленьким пациентам. Через 5 лет уже на базе этого отделения был открыт детский межрегиональный онкогематологический центр и где-то в 1990 году лишь было открыто отделение химиотерапии для взрослых. С тех пор отделение расширялось, и на данный момент у нас 3 отделения химиотерапии на 120 коек и 2 дневных стационара для проведения противоопухолевой лекарственной терапии на 147 коек. Количество пациентов возрастает с каждым годом, отделения расширяются, также вообще вся онкологическая служба расширяется в нашем регионе, не только в нашей медицинской организации. На сегодняшний день противоопухолевая терапия является одним из мощных оружий, эффективного арсенала, который направлен против коварных онкологических заболеваний. Тем не менее, основные принципы и ограничения цитостатической химиотерапии остаются прежними. Это прежде всего токсические вещества. Несмотря на многочисленные исследования, в наши дни системное воздействие цитостатиков изучено не до конца. Но в современной литературе упоминаются два пути проникновения токсических веществ – это кожа и вдыхание, дыхание аэрозолей. Местные реакции включают воспалительные процессы, слизистых оболочек, аллергические реакции, кожные пигментации, дерматиты и так далее. Вернусь. Следовательно, больше всего подвержены лица, это заболевания у лица, которые ежедневно сталкиваются с цитостатиками. В процедурных кабинетах, на постах. А это медицинские сестры. Непреднамеренный контакт медицинской сестры с токсическими препаратами уже является химическим загрязнением. Поэтому использование цитостатика в работе требует повышенного внимания и осторожности со стороны медицинского персонала. Медицинские сестры не должны рассматривать эти препараты только как факторы, которые обусловливают специфику их работы. Важно осознать ту опасность, которую они представляют. Ведь источников химического загрязнения много. Это и поверхности инфузионных флаконов или ампул. Например, при неосторожном вскрытии. Поверхность упаковок лекарственных средств с пролитыми растворами. То есть когда упаковка негерметична или загрязнена химиопрепаратами, из этого следует, что медицинская сестра должна носить перчатки даже при вскрытии упаковки. Заполнение инфузионной системы. Химическое загрязнение может произойти при заполнении, при розливе или при неполной дезактивации пролитого раствора. Поврежденные емкости для инфузии. Это шприцы, катетеры и так далее. Разлитые препараты. Например, при аварийной ситуации. Постель, постельное белье и биологические жидкости пациента, которым проводится химиотерапия. Если рассматривать пути попадания химиотерапевтических препаратов в организм человека, то можно выделить непосредственный контакт с кожей и слизистыми при подготовке препаратов, при наборе препарата. Мы видим медицинскую сестру без шапки. У нее руки открыты тоже. Нарушение техники безопасности. Время инъекционного пути, допустим, при травмах, полученных острыми предметами или иглами. Вдыхание аэрозолей, сухих веществ при их разведении, а также во время приготовления лекарств и во время введения лекарств. Цитостатические препараты могут испаряться при комнатной температуре, и их пары аэрозолей могут проникать в организм при дыхании. На сегодняшний день во многих стационарах остро стоит вопрос о приготовлении растворов в условиях, обеспечивающих соответствующий уровень безопасности для медицинских сестер, которые непосредственно контактируют с ними. Согласно стандартному оснащению федеральных организаций, отделения химиотерапии должны быть оснащены ламинарной камерой. В нашем диспансере все работы с цитостатиками проводятся в ламинаре с отсекающим потоком воздуха системой ультрафиолетового облучения и внутренней камеры, и защитным экраном персонала, что позволяет обеспечить им защиту. Данная камера подключена к специальному каналу вентиляции, вы это знаете, и обеспечивает приток стерильного воздуха, и тем самым там имеются фильтры, которые не допускают попадания вредных веществ в окружающую среду. Во избежание прямого контакта кожи и слизистых органов дыхания с цитостатиками медицинские сестры используют средства индивидуальной защиты. Мы все это прекрасно знаем, но они имеют свои особенности. Например, халат одноразовый, он должен быть желательно, конечно, непроницаемый, с закрытым воротником, длинными рукавами и с манжетами для защиты кожи. Если нет возможности иметь халат, есть возможность, можно изыскать возможность приобрести на рукавнике. Они тоже с манжетами, тоже одноразовые. Так как многоразовые, они не позволяют, не обеспечивают должность защиты. Медицинские перчатки для защиты рук. Это специальные нейтриловые перчатки. Они предназначены для безопасного обращения с цитостатиками. Перчатки обязательно должны заходить на манжеты рукава. Для защиты органов дыхания используют одноразовые маски обычно. Но желательно, если это будут высокоэффективные противоорезольные респираторы, которые указаны на слайде. Вот данный респиратор, он задерживает 99% твердых и жидких частиц, имеет клапан выдоха, что обеспечивает комфортную работу. Хирургические маски, они не служат средством респираторной защиты, они лишь могут обеспечить защиту от разбрызгивания. Для защиты глаз используется специальный экран при отсутствии опускающегося стекла, ламинара. Очки должны иметь боковую защиту и иметь возможность надеваться поверх других очков. А в случае разлива цитостатиков медицинские сестры надевают бахилы. В нашей медицинской организации работает система разделения обязанностей, так называемая. То есть когда одна медицинская сестра занимается разведением, приготовлением цитостатиков, заполнением системы, а вторая обеспечивает инфузионный доступ, это либо порт системы, либо работа с центральным венозным катетером или периферическими, иглами мы практически не пользуемся уже давно. Это обеспечивает равномерную нагрузку на медицинскую сестру и максимальную концентрацию ее внимания на определенном этапе проведения химиотерапии. Тем самым минимизируется риск возникновения ошибок, который связан как с дозировкой, так и собственно с безопасностью медицинской сестры. Прошу прощения, заговорилась, забыла подключить слайд. Благодаря современному прогрессу у нас использование специального инфузионного оборудования и принадлежностей с оптимальными инженерными решениями формирует закрытую систему. Я представила варианты таких инфузионных устройств и систем, которые мы используем. Я надеюсь, что многие из вас уже с этим сталкивались, они работают с этими системами. Кто-то, может быть, знает просто о них. Хочется вот рассказать. Допустим, такая фильтр конюля для аспирации инъекции во флакон мы используем. Она имеет воздушный фильтр, который задерживает токсические аэрозоли, которые образуются при разведении сухих субстанций. А встроенный клапан, есть еще со встроенным клапаном такие конюли, они предупреждают вытекание раствора после отсоединения шприца, например. Такая двухсторонняя конюля для разведения смешивания лекарственных средств. Конюля обеспечивает надежное соединение между флаконами, предотвращает случайный укол или травматизацию. Закрытая система для однократного смешивания лекарственного средства. Она снижает риск контакта сестринского персонала с химиопрепаратом и уменьшает воздействие токсических веществ на ее организм. Клапан для безопасного и удобного доступа к инфузионной системе. Он формирует закрытую систему, безугольный доступ к инфузионной системе, снижает также риск химического загрязнения. Закрытая система для безопасного приготовления токсических веществ. Безугольное соединение обеспечивает также безопасное подключение к инфузионному флакону. То есть медицинская сестра развела химиопрепараты, и она тут же сразу может подключить ее к инфузионной линии, то есть абсолютно обеспечивая себе безопасность тем самым. Инфузионная система с автоматическим заполнением и предотвращением вытекания раствора из инфузионной системы, благодаря встроенному фильтру. Закрытая инфузионная система для безопасной инфузии токсических веществ. При проведении полихимиотерапии очень удобно. И она также исключает риск вытекания цитостатиков при заполнении. Такой инфузионный кран предотвращает возможность протекания токсических лекарственных веществ, обеспечивает безопасное введение нескольких препаратов одновременно. Шприц мы используем с винтовым соединением, он обеспечивает также надежную фиксацию при разведении, а значит безопасность. В своей работе, как я уже сказала, мы используем все это перечисленное, и медицинские сестры отмечают удобство в работе, сокращение времени на разведение и заполнение, конечно же, безопасность в работе. Еще одним из важных этапов обеспечения безопасности в работе с цитостатиками является сбор, хранение и утилизация отходов класса Г. В соответствии с действующим санпином, собственно, мы знаем, что цитостатики относятся к отходу класса Г. Это токсикологически опасные отходы. Вот в настоящее время, мне тут коллеги подсказали, в настоящее время вносятся изменения в санитарные правила, то есть будет у нас новый санпин, и в санпине прописано, что, в настоящем действующем прописано, что обязательно нужно проводить дезактивацию непосредственно на рабочем месте, да, а как ее проводить там не написано. Но вот в настоящее время ведется работа по изменению санитарных правил по работе с медицинскими отходами, и вот туда включают уже конкретный раствор, это 5-процентный гипохлорид натрия для дезактивации, то есть он будет обязательным для всех, получается. В соответствии с санитарными правилами, как я уже сказала, мы непосредственно проводим дезактивацию в ламинаре, да, там же в ламинаре находится у нас емкость для дезинфекции. Затем мы продолжаем утилизацию, упаковываем, да, в мешок, либо это непрокалываемый контейнер, после чего отходы хранятся в комнате временного хранения, и после этого уже организации, с которыми мы заключаем договор, организация, которая утилизирует эти медицинские отходы этого класса, они уже дальше их забирают. Обучению персонала мы уделяем особое внимание, ведь это один из важных аспектов, да, в обеспечении безопасности медицинских сестер при проведении химиотерапии. Медицинская сестра обязательно, прежде чем она приступит к работе с цитостатиками, она обязательно должна пройти первичный инструктаж, в который включает в себя краткий обзор токсикологии, фармакологии, противоопухолевых препаратах, их международные торговые названия. Также программа инструктажа включает практическую отработку навыков, базовых навыков. За каждой медсестрой закрепляется наставник обязательно, и самостоятельной работе она допускается только после того, как она уже пройдет все этапы обучения и под контролем своего наставника. Но для того, чтобы обучиться, все-таки нужно учиться самому. И благодаря Ассоциации медицинских сестер России у нас была такая возможность уникальная, мы участвовали в международном проекте по химиотерапии, в рамках которого было проведено два обучающих семинара. Конечно, знания не ушли бесследно, и участие в семинарах дало нам толчок для создания системы обучения сестринского персонала в своем регионе, именно персонала онкологической службы. В связи с расширением онкологической службы Омской области и с появлением современных инфузионных устройств ежегодные региональные семинары набирают все большее количество участников. И медицинские сестры из других медицинских организаций проходят стажировку на нашей базе. Обязательным вопросом остается безопасность персонала при работе с цитостатиками. С 2015 года мы провели 4 региональных больших серьезных семинара и 2 областных конференции сестринских, в которые приняло участие в общей сложности 453 человека. Организация таких серьезных мероприятий – это заслуга специализированной секции сестринское дело в онкологии, которая создана в нашем регионе. В общем-то, с работы этой секции все и началось у нас. Все обучающие мероприятия и сотрудничество с другими организациями нашей России. Мы сотрудничаем с коллегами из Санкт-Петербурга, Тарина Александровна есть в зале, она уже сегодня выступала, Эсколап Академия и, конечно же, наша Ассоциация медицинских сетей России. Но для того, чтобы управлять работой на местах в рамках процесса, мы составляем стандартные операционные процедуры. Уже сегодня о них говорили. Ими занимаются у нас опытные медицинские сестры, ну, в основном это старшие медицинские сестры, и совместно, конечно, с врачом-эпидемиологом, с врачами нашими, это работа командная у нас. И вашему вниманию я хочу представить стандартную операционную процедуру дезактивации при случайном высвобождении цитостатика в виде обучающего видеофильма. Эта стандартная операционная процедура, она заменила предшествующий алгоритм, который мы создали еще в 2015 году, и совместно, соответственно, с врачом-эпидемиологом, также и она утверждена нашим главным врачом. Еще я вот хотела бы сказать, что для того, чтобы проводить дезактивацию, в каждом кабинете у нас есть комплект для дезактивации цитостатических веществ, так называется. То есть сегодня говорили уже про две укладки, но вот у нас еще есть третья, такая, условно говоря, укладка. Давайте посмотрим фильм. В качестве цитостатика является особым случаем. Мероприятия по дезактивации выполняются только обученным персоналом. Во всех отделениях, где применяются цитостатики, должен быть комплект для ликвидации заражения. В комплект для дезактивации входит индивидуальное снаряжение, одноразовый защитный халат, шапочка, чехлы для обуви, средства защиты органов дыхания, респираторная маска, две пары защитных нитриловых перчаток, защитные очки. Очки должны иметь боковую защиту и возможность носить их поверх обычных очков. Также в комплект входит алгоритм выполнения стандартной операционной процедуры, действия медицинского персонала при случайном высвобождении цитостатика, МЕО, предупреждающие знаки, одноразовые салфетки, дополнительные средства для сбора стеклянных осколков, прочная елкость для сбора отходов, мешки для сбора отходов, кабельные стяжки, алгоритм действия медицинского персонала при случайном высвобождении цитостатика. Обозначить МЕО и предупреждающими знаками загрязненную зону. Проливую жидкость необходимо выделить салфеткой для предотвращения дальнейшего распространения цитостатика. Все использованные салфетки собрать в полиэтиленовый пакет от кобик класса Г. С помощью картона собрать все осколки в прочный контейнер для предупреждения случайного прокалывания острыми фрагментами. В контейнер поместить в полиэтиленовый пакет отходы класса Г. Необходимо приготовить моющий раствор. В состав моющего раствора входит стираемый порошок 3 грамма, кальцинированная сода 10 грамм, вода до 1 литра. Загрязненные поверхности после удаления видимых частиц должны быть трижды очищены моющим раствором с разными салфетками. Вся защитная одежда утилизируется как цитостатические отходы класса Г. Полиэтиленовый пакет класса Г. Необходимо для метища упаковать из формы раковинной стяжки. По окончании дезактивации необходимо произвести единическую обработку ров. В случае заносится журнал учёта аварийных ситуаций. Добрый день! Онкодиспенсер, город Архангельск, главный медистрат. Скажите, пожалуйста, вы когда собрали всё в чёрный мешок, вы как дезактивировали? Дальше как у вас дезактивация проходит? Ещё раз не поняла. Дезактивация, то, что вы собрали. А, у нас... Спасибо. Спасибо за вопрос. И второй вопрос. Когда у вас уборщица брала из контейнера в перчатках, которые были в цитостатике, контейнер вы каким образом потом обрабатывали? Я не поняла. Это не уборщица, а медицинская сестра? Хорошо, медицинская сестра. Вопрос второй я не поняла, пожалуйста. Когда она брала из контейнера, да, у вас там салфетки и всё прочее, да? У вас есть укладка, которая... Аварийная укладка. А, да, да, да. Но она брала же оттуда в перчатках, в которые перчатки уже были цитостатиками запачканы. Дальнейшее действие. Утилизировать перчатки вы имеете? Нет, контейнер, как обрабатывали. И как вы дезактивируете то, что собрали в мешок? Мы их утилизируем в комнату, относим в комнату временного хранения, и там... Елена Викторовна, да, вопрос был дезактивация. То есть сложили всё в мешок, мы момента дезактивации не увидели. Вы хлором, до этого говорили, что хлором дезактивируете, да. Да, аквахлор у нас дезактивацию мы проводим 0,3%. Да, в данном фильме я соглашусь с вами. В ролике не представлено, да? Да, да, да. Это было просто не показано. Вообще, конечно, она утилизирует также раствор, и затем там есть решётка, в которой всё это выливается, утилизируется. Подскажите, пожалуйста, данная инструкция, она разработана внутри вашего учреждения, или это на основании какого-то нормативного документа? Нет, она разработана внутри нашего учреждения, совместно с врачом-эпидемиологом, и работает только у нас на этой инструкции. Есть ещё вопросы? Я услышала такую фразу, что должны обрабатывать уже, ну, как бы изменения вносят 5-процентным? Ещё пока не должны, но вносятся 5-процентным, да. Будет 5-процентным, а поверх 0? А, 0,5. А мы работаем сейчас 0,6 просто. 0,5, да. Но пока это в планах. В планах, я просто вас уточню. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, здравствуйте, старшая сестра, онкологического диспансера Сырловский областной. Вот этот фильм у вас как обучающий используется? Вообще да. Я просто вот к средствам индивидуальной защиты, да, то, что у вас представлено в фильме, шапочка не подлежит утилизации? Подлежит. Это первый вопрос. А второй вопрос, наличие такой чёлки обильной. Я предугадывала этот вопрос. Я смотрела фильмы, мне так хотелось её тоже утилизировать. Да, я предугадывала этот вопрос, конечно, мы замечания все эти примем, спасибо большое. И мы переснимем этот фильм обязательно. Спасибо. Это на самом деле ценные замечания, мы для этого с вами сегодня здесь и собрались. Вот такой вот вопрос. Я, простите, забыла, какое учреждение вы представляете? Онкологические, клинические, Омские. Омские. Значит, вот то отделение, которое мы видели, это отделение химиотерапии, стационар, да? Да. А медсестра, которая приходит для разведения, приготовления готовых препаратов, она, значит, приходит в этот процедурный кабинет, у неё список или листы назначений, она их полностью готовит, а потом только оттуда выходит. Я правильно поняла? Да. То есть она не прерывает свою работу, вот она одевает свой костюм, и она сидит там до тех, пока не выполнили всю работу. А может быть, у неё перерывы в работе какие-то? Конечно, могут быть. То есть у нас существует график работы. Да, в таком случае она всё это снимает, также утилизирует всю эту одежду. Да, естественно, и заново всё, потом готовится заново, повторно, как вот утром она пришла, всё то же самое. Большое спасибо. Мы ответили на этот вопрос. Ещё один вопрос. А вот максимальное количество, вот сколько она может сделать, приготовить готовых препаратов? Есть у вас такая? Всегда по-разному. Вот бывает 15, да, бывает 6, по-разному бывает. В зависимости от пациентов. Они же курсы проходят химиотерапию. Да, но есть ли правила, допустим, не больше 20? У нас нет таких правил, у нас нет ограничений. Может быть, и 30 даже быть, конечно. Да, всё, спасибо. К сожалению, так. Спасибо. Мне очень неловко то, что я озвучила. Вообще, если честно, спасибо вам большое. Наличие таких видео, обучающих информативных фильмов, это, конечно, здорово. Потому что то, что пишется... Ну, как бы понятно, да, у нас есть люди, кто визуально воспринимает информацию, кто-то это должен прочитать, потрогать. Поэтому, как бы, с одной стороны, это здорово. Спасибо вам большое, что вы вот всё это представили нам. Конечно, да, доработки они есть, и мы будем работать тоже над этим. Спасибо большое.